Художники, искусствоведы, последователи Рейриховского учения стали главными участниками торжественного открытия выставки. Несмотря на то, что работы Бориса Смирнова-Русецкого есть в самых знаменитых музеях страны, Третьяковской галереи и Русском музее, бичани с его творчеством не знакомы. Сегодня в этом не раз признавались, в том числе и сами искусствоведы. Этот художник, к сожалению, он не вошел в историю русского искусства, в наши традиционные учебники, поэтому он остался малоизвестным. А художник замечательный, он формировался как личность в начале 20 века, поэтому испытывал на себя влияние всех тех самых разных группировок, и мир искусства, и голубая роза, и супрематизм, там абстрактные направления были. Но главным авторитетом в искусстве и учителем для Бориса Смирнова-Русецкого был Рейрих. Наверное, поэтому в их творчестве находят много общего. Те же содержания и форма. Очень экономный, лаконичный стиль. Деталей немного, но им придается огромный духовный смысл. Картины, представленные сегодня на суд бичан из частной коллекции супругов Зенкиных. Это московская семья, близкие друзья художника, поэтому после смерти Смирнова-Русецкого картины были переданы им на хранение. Зенкины решили, работы должны увидеть как можно больше людей. Так родилась идея передвижной выставки. В БИСК работы привезли из Кемерово по инициативе Рейриховского общества Беловодья. Для нас, для тех, кто любит горный Алтай, любит путешествовать по Алтаю, любит красивые места, например, Уймонскую долину, для нас очень интересно то, что художник побывал именно там, в Уймонской долине. И у художника есть целый цикл, посвященный Алтаю, посвященный Уймонской долине. Кроме Алтая, бичане познакомятся и с другими циклами его работ «Абстрактный космос». Всего в БИСК привезены 80 произведений этого мастера прозрачности. Выставка будет работать до 6 сентября. Ирина Дубицкая, Сергей Доровских, Новости ОТН.